МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Байкале у каждого мыса, залива, пещеры и даже камни есть легенда. Сотни тысяч туристов, казалось бы, давно должны развеять мистическую ауру озера, однако их рассказы только усиливают ее. И путешественники со всего мира отправляются за 3-9 земель, чтобы понять тайну притяжения Байкала. Началось наше путешествие. Сейчас мы идем по Малому морю. Оно так называется, потому что находится между двух берегов. Вот за моей спиной это знаменитый остров Ольхон. Передо мной берег Большой земли. А мы идем как раз по заливу, который называется Малое море. Конечно, это пролив. Но местные жители называют его Малым морем из-за уважения к Байкалу. В этом проливе находятся более 10 островов. У нас запланированы 3 остановки. Ольхон. Самый большой и самый интересный остров. Он считается сердцем Байкала, родиной шаманизма, порталом в иные миры. Но пока мы проходим мимо Ольхона. Первая остановка будет на шаманском кладбище. На острове Альтрек. Альтрек в переводе на русский «Птичий остров». И он в полной мере оправдывает свое название. Здесь очень много гнезд. И сейчас как раз время, когда вылупляются маленькие птенчики. Я одного присмотрела. Сейчас я попробую к нему подобраться и показать вам. Но есть опасность, что на меня спикирует чайка. Вот маленький серенький комочек. Это и есть птенец, который вылупился буквально, если не сегодня, то вчера. Ой! Пора уходить. Брать в руки птенцов нельзя, иначе чайка может отказаться от них, и малыши погибнут. Поэтому смотрим издалека и уходим вглубь острова. Сейчас на Альтреке бывает много туристов. А в старину обычным людям вход сюда был запрещен, поскольку остров является местом погребения шаманов. На самом деле мы сейчас находимся в долине шаманских захоронений. Вот эти вот сложенные горкой камни в виде лодочек – это и есть шаманские могилы. Шаманов после смерти, как правило, сжигали, поэтому здесь похоронен прах шаманов. Самое интересное, что на этом острове не проводились археологические раскопки, поэтому могилы не тронуты, а вся земля считается священной. Точное количество могил никто не знает. Когда было совершено последнее захоронение – неизвестно. Удивительно, что погребальные кладки вообще сохранились, ведь в середине прошлого века на Альтреке пытались добывать полудрагоценный минерал. Этот остров полон чудес. Хотя, возможно, они не сразу бросаются в глаза, нужно присмотреться. И тогда на земле вы обнаружите гранат. Остров состоит из этого камня. Правда, он не ювелирного качества, поэтому его здесь не добывают. Кроме того, плодородный слой почвы на этом острове практически отсутствует. И тем не менее, на этих камнях растут цветы, и растут они в большом количестве. Я считаю, что это чудо. Местные жители считают, что добывать гранат не позволили байкальские духи. По вере шаманистов, в священных местах нельзя брать какие-либо предметы. Поэтому и мы оставляем россыпь граната на Альтреке и отправляемся за очередными легендами в сердце Байкала на остров Ольхон. Мы причалили к Альхону. Этот остров является сердцем Байкала. Мое любимое место на Байкале. С этим островом связано очень много мифов и легенд. Вот, например, одна из них говорит, что остров Ольхон – это огромный камень, который упал из космоса сюда. Пока он падал, он раскалился. Земля разверзлась под ним. Поднялись горы. Образовалась трещина. И эта трещина заполнилась водой. И таким образом появилось озеро Байкал. К мистической части Ольхона мы еще вернемся. А пока пару слов о самом острове. Здесь встречаются практически все виды земных ландшафтов. Песчаный берег с барханами, хвойные леса, голые скалы, озера и болота. Ольхон расположен в уникальной зоне. Солнечных дней здесь больше, чем в Сочи. Летом практически нет дождей. Хмурые тучи зачастую просто гуляют над Ольхоном, усиливая мистическую атмосферу. Каждая легенда несет в себе очень мощное символическое знание. На каждое место, собственно, Ольхон, он подобен вселенной. Вселенная, это магический остров в океане. Он подобен нашей земле. Естественно, тут проявляется это изначальное знание зарождения мира, зарождения изначальной культуры. Мыс Бурхан и скала Шаманка. Это визитная карточка Байкала. Символ природной красоты и мистической силы. Когда-то женщинам было запрещено приближаться к скале. Всадники спешивались и проходили мимо, опустив голову. Правда, туристы уже развеяли многие страхи, и сейчас к скале могут подойти все желающие. Но есть одно условие, которое соблюдают все туристы. Надо обязательно сделать подношение к духам. Мы находимся в священнейшем месте Азии. За моей спиной скала Шаманка. Там, по преданиям, живет хозяин острова Ольхон. Здесь обитают духи острова и Байкала. Я иду вдоль 13 канавязанных столбов СРГ. Они олицетворяют небожителей Тенгари. Здесь можно загадать желание, попросить духов о чем-нибудь. Но прежде необходимо сделать подношение. Подношениями могут быть сломленные сигареты, конфеты, ну и просто денежка. Подношение – это одно из священных правил Байкала. Не соблюдая его, турист рискует навлечь на себя гнев духов. В святых местах нужно отказаться от негативных мыслей, от негативных чувств, от негативных действий. Потому что силы, хранители этих мест, они могут как благословить, так и наказать. Поэтому очень большое значение имеют правила. Шаманка состоит из гранита и мрамора. Внутри скалы есть сквозная пещера, в которой по преданию и жил хозяин Альфона. По легенде, именно на этом острове духи открыли людям тайны мироздания и посвятили в шаманы первого человека. Ежегодно на Альхон съезжаются шаманы со всего мира для проведения массового камлания. Это обряд, во время которого вызывают духов и передают им просьбы людей. Костюм для шамана не просто наряд. Каждая деталь имеет свой смысл и значение. Например, головной убор символизирует связь с небесными духами. Глаза – духовное зрение. Зеркала вбирают в себя энергию солнца, передавая ее шаману. Ну а бубен – главный атрибут камлания. Путешествуя по мирам, шаман встречает духа, которому служит. Божество вселяется в тело человека и напрямую начинает говорить с людьми. В это время желающие подходят к шаману, задают вопросы или просят совет. Огола наемная арена! На Альхоне, куда бы ни пошел, все равно вернешься к беломраморной шаманке. Скала притягивает своими тайнами. Со стороны озера на белом склоне заметно пятно в виде дракона. И в народе живет легенда, что он охраняет портал в мифическую Шамбалу. Но вход в загадочную страну открывается только избранным просветленным. Огой находится в центре Малого моря. Остров во все времена считался чистым местом. Здесь никогда не жили люди, а значит, не оскверняли землю грешными делами. В 21 веке Огой стал священным местом и для шаманистов, и для буддистов. Черные каменные пирамидки – первое, что видишь, ступая на Огой. Они создают мрачный пейзаж. Горки выкладывают шаманисты, чтобы покаяться в грехах. А буддисты приезжают на остров, чтобы подняться к ступе просветления. Посвящена эта ступа докинет Рома Нагму. Это покровительница, скажем так, если на современный лад говорит, деловой женщины. То есть изображается она всегда с очень страшным лицом, таким злобным, в таких ярких очень одеждах, и пляшущие ее изображают на человеческих телах. Символика очень интересная. На самом деле богиня это как может очень жестоко наказать, так и подарить какую-то великую любовь и великое благословение. Ступу построили в 2005 году. У нее несколько назначений. Например, она является так называемой капсулой времени. Внутри замурованы предметы, которые через тысячу лет смогут рассказать о жизни на земле. Также там находятся орудия труда человека, то есть там виллы, грабли, лопаты и так далее. Зерно, которое человек выращивает. Что еще? Орудия войны. То есть это казацкие сабли, мечи. Но главное назначение буддийской ступы – это очищение пространства от негативной энергии. Внутри заложены буддийские святыни. Например, бронзовая статуэтка Дакини Турманагма, матери всех Будд. Пирамиды с мантрами, тибетские манускрипты. Такие ступы буддийские монахи обходили по часовой стрелке, то есть по ходу солнца. Обходили они босиком, иногда шли прямо на коленях шли и кланялись. Монахи обходят по 108 раз. 108 – это священное в буддизме число, количество мантр – 108. Но, в принципе, нам, простым людям, можно обойти всего три раза. Но главное – нужно делать это в абсолютном молчании, в абсолютной тишине, не говоря ни слова. Полностью погрузившись в себя и в свои мысли, думая о том, чего ты уже достиг, но чего хочешь достичь. На Байкале хорошо видно, насколько прозрачны границы между религиями. Например, разноцветные флажки – это кони ветра. В буддизме таким способом привлекают удачу и благополучие. А в шаманизме с помощью разноцветных ленточек выказывают уважение и благодарность духам. И на Байкале зачастую уже трудно понять, чьи пожелания разносит ветер. Субтитры создавал DimaTorzok